здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзагет пришел следующий не совсем библейский вопрос не чувствую поддержки от родителей как быть каждый ребенок каждый подросток каждый юноша девушка школьник студент хочет чтобы родители его поддерживали во всем приходили на концерты выпускной радовались твоей радостью разделяли твой скорбь воодушевляли верили в тебя нее такого ребенка просто открыли дальше 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 работает чтобы когда родители не начинают тебя давить и душить четверку получила мог пятерку все твои игры это все твои болтовня с друзьями работой учились убирают и телефоны давай не достоин можно так мотивировать к хорошим результатам что ребенка мотивация к жизни пропадать не то что к обучению строгие родители будьте внимательнее можете психику сломать человеку на всю жизнь на то есть жизнь сломать знаете такие грустные истории тоже бывает но вернемся к ситуации более печальной когда родители вообще не поддерживают знаете когда видишь что взрослый человек что-то добился когда ему завидуют если не весь мир то пол страны как минимум если с ним поговорить посмотреть интервью или взять интервью то окажется что он как раз вот этой родительской поддержки не испытывал а может вообще даже родителей не было рядом может детском доме вырос а может быть семья была разрушена а может быть даже и она сохранялась но то все равно каждый жил по-своему не мать не отец особо ребенком не интересовались какие-то разные маленькие трагедии есть в каждой семье ребенок пытается привлечь внимание родителей хорошо чтобы не деструктивно не бьет окна в школе не совершать какие-то преступления чтобы родители наконец-то обратили внимание на него через учебу через достижение каких-то положительных результатов в искусстве в бизнесе в чем угодно пытается доказать родителям что вот видите вы думали что я никчемный ничего не достигну в этом тоже говорили постоянно унижали не поддерживали никогда вы ошибались есть некоторых родители особенно родители спортсменов тех кто с детства находится в конкретном стремлении каким-то вполне себе видимым результатом ну то не специально к ним относится жестко это может больше ты можешь лучше все ерунда ребенок там вымает выматывается просто в смерть и не похвалить тебя даже когда-то олимпийскую медаль привезешь слишком поздно потом ориентироваться на мнение родителей знаете наверное не стоит чтобы не получить каких-нибудь тяжелых травм ну не верят в тебя ну и ладно где искать поддержки конечно в таких случаях человек не может без поддержки вот если он не видит поддержки со стороны родители сам ближайшие берут людей думать может и действительно такое есть и хорошо если рядом допустим есть бабушка дедушка племянники друзья учителя тренеры вот очень важно найти людей которые может быть находится такой же ситуации и стать поддержкой для них они станут поддержкой для тебя друзья в данном случае лучшая поддержка ну хочет чтобы родители поддержали ну все не работает вот у них этот тумблер переключился на эмпатию и заржавил что от них что с них взять но не работа может к ним родители точно так относились как говорит мой знакомый старую собаку новым фокусом не научить ну все отстаньте человека не просеет не больше чем они могут дать может быть со временем постареют станут сентиментальные поймут ошибки прошлого и по-настоящему как тепло оценят твои достижения опять же мы все мирском и земном мы все хотим достичь чего-то в этой земной жизни который может окончиться вот прямо здесь сейчас потолок на меня бабах и рухнет эти слова которые что говорю будут последними а это кит плана строил и огорчался что мои родители меня не поддерживают кстати не поддерживали да никогда ни в чем для меня тоже какая-то больная тема поэтому если хотите я говорю от личного опыта господь бог вот он твой лучший друг он тебя поддержит он будет тебя нести на руках тогда когда тебя не будут нести ноги главное это заметить и простительную помощь ангела-хранителя святого имя которого ты носишь причащаться как можно чаще потому что когда нет поддержки извне может даже друзей не быть вот и одинок поддержка господа бога через причастие тебе преподаваемая те же тебя на ногах и будет держать но годами десятилетиями потом достигшь достигнешь разбога каких-нибудь результатов приобретешь огромное количество друзей и знакомых друзей поближе подальше разной степени общения доверия взаимопонимания но чтобы точку опоры приобрести найдите ее в церкви опять же в церкви и священники хорошие добрые монахи монахини вот и мы с удовольствием сами поговорим не надо нас бояться мы не кусаемся мы с радостью утешаем людей мы для этого рукополагались просто любим людей чтобы дать им то чего мне хватает внимание утешение заботу любовь с нежностью как апостол павел приходите мы его дадим вам в церкви то чего мне хватает в семье даже на работе у нас есть любовь найдите священника которого еще много чтобы смог с вами поделиться потом может быть молодого священник вот как раз не все великовозрастные седовласы и священнослужители могут отдать всего себя тебе их самих уже мало даже вчерашний выпускник семинарий горит он ищет ну кому ж теперь себя отдать кому поделиться с кем поделиться горящим сердцем кого утешить общайтесь говорите с людьми говорите с батюшками найдите человека который станет для вас поддержкой кто будет вас верить самое главное единомышленников найдите единомышленников в любом деле и старайтесь держаться подальше тех кто говорит но это слишком сложно у тебя ничего не получится и раньше не получалось теперь посмотри ты два-три раза попробовал у тебя ничего не вышло извините 40 раз надо что-то сделать и повторить для того чтобы хоть что-то стало получаться и у вас первый раз не вышло ничего держитесь подальше от тех кто сразу над вами смеется когда-то только попробовал и вышло как-то по-детски все у вас получится главное дисциплина постоянство и божья помощь богом друзья внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео